Добрый вечер! И как всегда в завершении недели мы подводим итоги этой самой недели. Мы говорим сегодня о городском хозяйстве и все, что с этим связано. Заканчивается год и хочу напомнить, что в этом году мы сделали достаточно важные знаковые вещи. В первую очередь это карта зеленых насаждений, электронная наша карта, где уже более 4000 деревьев нанесено на эту карту. Эта работа по наполнению этой карты ведется ежедневно и действительно результат уже достаточно хороший. Также мы говорим за карту электронную вечерняя Одесса по нашему наружному освещению. Согласно этой же карте уже выполнена эта работа в Суворовском районе, который стал намного светлее и об этом мы тоже говорили. Ну и за карту санитарной очистки, которую в этом году мы также сделали в городе и уже начинаем это по ней работать. Делаем первые шаги по расстановке этих контейнеров, по опорожнению контейнеров, по графикам и по маршрутам опорожнения контейнеров. Все это первые шаги, которые в итоге должны лечь в основу единой системы Одесского городского хозяйства. Тот комплексный подход, о котором мы говорили, в основе его лягут в вышеперечисленные электронные карты. Что это нам позволит? Во-первых, в первую очередь мы сможем комплексно подходить к решению вопросов. Если мы говорим о том, что на какой-то улице ведется работа по замене наружного освещения, то на этой же улице мы ведем инвентаризацию зеленых насаждений. Мы четко понимаем, какое количество светильников и когда установлена, какая гарантия и когда должна быть замена, как их надо обслуживать по регламенту и то же самое мы уже понимаем по зеленым насаждениям на этой улице. Когда мы выйдем на четкий график регламентных работ, наш город действительно будет выглядеть намного лучше. Говоря о наших системных подходах и о нашей системной работе, хотелось бы сказать, что уже с 1 декабря начинает свою работу диспетчерская на базе департаментов городского хозяйства. Что это значит и что нам позволит? На период ухудшения погоды, снежных заносов, гололеда и так далее, вся наша коммунальная техника оборудована GPS-навигацией, датчиками, которые выведены в единый центр. Диспетчер работает целые сутки и в случае ухудшения погоды вовремя мы можем реагировать на те либо иные ситуации. Мы можем достаточно организованно и согласованно координировать эту работу нашей коммунальной техники по тем маршрутам, которые были созданы ранее еще год назад, тем самым вовремя реагировать на погодные условия. Думаю, что этой зимой в нашем городе никаких катаклизмов быть не должно. Мы к снежной зиме готовы. На этом на сегодня, наверное, все. Это, как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!